Всем привет! Вы на нашем канале, а значит смотрите новый обзор о экранизации финальной части трилогии Джеймса Дэшнера под названием «Бегущий в лабиринте». Фильм получил свое название от книги оригинала «Лекарство от смерти» и повествует нам о дальнейших приключениях Томаса и его компашки. Что ж, давайте начинать! Первый фильм, вышедший в 2014 году, буквально стал хитом, несмотря на неоптимистичные прогнозы и довольно малый бюджет. Кассовые сборы, в десяток раз превосходящие ожидаемые, доказали обратное. И изначально, не рассчитывая на многое, молодежная антиутопия Джеймса Дэшнера привлекла людей всего мира, поразив эмоциональной насыщенностью и закрученностью сюжета. История о шести десятках подростков, которых заперли в лабиринте, гигантском сооружении с постоянно меняющимися стенами, внутри которого бродили монстры, нападающие на всех подряд. И они со стертой памятью должны были пробить себе путь наружу и понять, почему их поместили в столь небезопасное место. Столь громкий успех повлек за собой вторую часть фильма, вышедшую в 2015, ровно через год после первой. История продолжилась, но уже с измененными декорациями. Теперь герои фильма ждали необъятные пески пустыни и погребенные в них разрушенные постройки. Встреча с выжившими в других лабиринтах замаскированная под базу повстанцев группа компаний Порок. Тех людей, которые и закинули подростков в лабиринты. Объясняя это поиском лекарства. Новые знакомства, новые интриги, новые потери – все это ждало Томаса во второй части трилогии. И вот теперь появление третьего фильма не за горами. Возможно, последней частью зрители бы насладились гораздо раньше, но серьезная травма Дилана Убрайена перечеркнула все планы. И только сейчас, после полного восстановления главного героя, съемки продолжились. Текущей датой фильма объявлен февраль 2017 года. Что неудивительно, после столь долгого затягивания работы режиссеру не терпится закончить проект. И вот что нас ждет. Испытания Томаса и его спутников еще не закончились. Пробравшись сквозь многочисленные ловушки и опасности лабиринта, и пережив не самое простое путешествие по жаровне, Томаса ждал один неприятный сюрприз. Оказалось, что иммунитетом к смертельному заболеванию обладают не все его спутники. Ему не остается ничего другого, кроме как отправиться на поиски лекарства. Возможно, разгадка кроется в воспоминаниях Томаса, но чтобы вернуть их, необходимо удалить импланты. Это становится возможным, но уже сам Томас, а вместе с ним и Тереза, с Эриком, отказываются это сделать, не желая лишаться телепатических способностей. Не получив желаемое мирным путем, у главного героя пытаются извлечь имплант силой. Чудом избежав этой процедуры, Томас со своими друзьями скрывается. Их путь лежит в Денвер, один из немногих городов на Земле, в которых уцелела жизнь. Именно там они планируют найти ответы на свои вопросы и получить недостающие части головоломки, которую создала компания Порок. И, возможно, у них получится найти лекарство, способное спасти человечество. Хоть этот фильм и станет итоговым для трилогии, серия все еще будет продолжаться. Все же по «Бегущему в лабиринте» существуют еще два приквела, а значит нас могут ожидать еще как минимум два фильма. Хоть и официальных заявлений пока еще нет, но разговоры об этом периодически возникают в интервью.